Добрейшего времени суток Так Сейчас, подождите, я кота удалю Пока он мне тут что-нибудь не развалил На столе, давай Где-то он тут у нас сидел, да? Где-то сидел-то Вот он Тебе удалось что-нибудь сделать, ведьмак? Ну, мне нужно его к ним привезти Судя по всему Угу, ну мне подсвечивают, что по квесту я навестил дом на Добрыву Призраки появились, хотя тебя и близко не было Значит, они слишком глубоко проникли в твое подсознание Даже если я сейчас их убью Они тут же появятся снова Поэтому, чтобы их уничтожить, мне понадобится твоя помощь Ну, если другого пути нет Что я должен делать? Жди меня у реки за час до полуночи Угу Выйти на берег незадолго до полуночи Бегай туда-сюда Да, вот такие моменты тоже немножко угнетают Ну, то есть прибежали сюда, чтобы сказать два слова и убежать обратно Кстати, а мне вот с этим товарищем еще надо было вроде по какому-то квесту поговорить Никаких разговоров с заключенным Понял Понял вас, господа Ну, погнали обратно Благо, бежать не очень далеко Янка, мою почтение Сейчас прибежим, нужно будет покемарить Так же, как здесь? незадолго до полуночи да вопрос нужно ли здесь что-то пить что-то есть эликсиры вот это вот все ну мы можем сохраниться да сначала просто подождать смотреть как пойдет если будет тяжело то тогда уже соответственно принять все что нужно где маврик кинул нас и не пришел я не вернусь в лагерь пока мы не разделаемся с этими отродьями я подожду тебя здесь где здесь то ничего не понимаю привет антон где-то чувак-то сказал нам что-то откуда-то что-то Продолжение следует... 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 А почему призраки хотели забрать твою душу? Должно быть, они не любят отца-убийц. Может быть. А теперь возвращайся в лагерь и представь доказательства своего мужества. Верни себе доброе имя. Новый этап задания — маленькие сестры. Задание выполнено успешно. Ну, что-то я, если честно, не вполне тут понял. Сейчас давайте прочитаем, что нам напишут. Ух ты, ел упал. Латур-ролец! Нет, фига непонятно с этой камерой. Да, на это дело надо было брать дробовики. Как-то ел упал, я все время думаю, что я от них убегу, а... А получается, что мы убегаем. Эй, живи, Геральт! Я тебя эликсиром вкусным накормлю. А может, и не буду. И так вроде справился. А что камера так трясется? Валентин, могу тебе такой же вопрос задать. А что камера так трясется? Такая вот камера в игре. Что она так трясется? Периодически. Эссенция смерти. Ну, вроде все. Так, давайте прочитаем. Что нам тут написали? Просто тут обычно пояснения какие-то более внятные. Так. Геральт договорился встретиться с Мавриком на пляже за час до полуночи. Он хотел покончить с этим делом. Рассчитывал, что этой ночью станет понятно, кто же прав. Призраки пытались одурманить Геральта. Однако ведьмак сумел отделить зерна от плегала. Он убедился, что Маврик невиновен. Осталось только проводить злого духа на тот свет. Но я что-то не очень понял, как я отделил зерна от плегал. Призраки были побеждены. И нужно признать, что Маврик внес большой вклад в эту победу. Ибо он, как лев, сражался бок о бок с ведьмаком. Геральт выполнил задание и раскрыл тайну Мальгета. Знахарь сам убил своих детей во время войны. Уцелел только его сын Маврик. Пытаясь остановить обезумевшего отца, несчастный солдат убил его. Призраки сестер мучили Маврика, потому что хотели, чтобы он присоединился к ним на том свете. Так вы говорите, нельзя разделять семьи? Ну, ну. Ничего не понял. Тут в чате писали, что... Мурон это имя демона. Видимо, если бы мы пошли по второму пути, там как-то бы мы к этому пришли, знанию, да? Ну ладно, выполнили и выполнили. Вроде как бы даже не ошиблись с выбором, но... Не знаю, с точки зрения логики... Было реально слово призраков против слова Маврика. И тут выбор был просто на уровне человек-злой дух. Тут ты к правде прийти должен так. Говоришь с Мавриком, он дает наводку на одну лекаршу в лагере. Она рассказывает историю. Ага. Понял. Так, не сюда я зашел. Куда нам нужно? В персонажа, да? Качаемся. Блин, я хочу вот эту штуку, но к ней так далеко идти. Да. Ну как, три уровня надо потратить, чтобы к ней прийти. Да, ну нам же нужно просто... Нам же не обязательно все вот эти вот брать, чтобы выйти в следующий. Улучшенный знак Квен. Нафига бы он мне был нужен? Ну хотя иногда Квеном пользуюсь. Да. Если бы я отдал Маврик, и демон бы раскрыл свой план. Квен, наверное, не худший выбор, да? Так, ладно. А здесь у нас что? Внезапная смерть. Это мы качнули. Утонченность. Вероятность всех критических эффектов плюс 5%. Бессмертность. Здоровье плюс 50. Снижение урона 5. Точный удар. Шанс критического эффекта. Потеря крови 10%. Слова Маврика, что он никого не убивал, как раз и подтверждает эти... Подтверждает это лекарка. Еще она вкидывает, что Мальгет, отец Маврика, она бы сказала, что слухи есть о его склонности к некромантии. Угу. Квент хороший знак. Да, они как бы все неплохие. Прямо скажем. Я не буду играть в знаки, Сергей. Я играю в мячи. То есть я вот это вот все качал в мячи, не для того, чтобы в какой-то момент начать играть в знаки. Единственное, что я хочу, это получить вот эту вот штучку. Магическую энергию. Ну ладно, нет, пока в мячи там. Дальше посмотрим. Затраты энергии на блок минус 25%. Тоже неплохая тема. Тот гримуар, что ты нашел в подвале, может говорить. Можешь поговорить о нем с Детмальдом. Он тоже говорит о некромантии. Угу. Ну как-то история какая-то кривоватая сама по себе. Но окей, если он даже некромант, этот чел, ну как-то связано с тем, что он убил там дочерей за то, что... Ну там, после этой ситуации. Или это связано с тем, что они встали в форме духов. Он их как-то убил по-особому и совершил ритуал, чтобы они вернулись в качестве духов. Ну ладно, не суть. Квест остался позади. Так, куда мы идем-то? Ну вот неплохая штука. Здоровье плюс. Снижение урона плюс. Можем прийти в вихрь боя. Да, давайте пойдем вот в эту последнюю штуку, в вихрь боя. Это не духи сестер, это обман. Типа обман от демона. В общем, какая-то запутанная история. Вообще ни разу не очевидная. Ладно, что мы будем делать дальше? Память старых лет. Найти кого-нибудь, кто сможет расшифровать магические записи. Ну, Детмальд, да, сможет расшифровать. Или как нашу магичку-то зовут, которая здесь есть, никак я не запомню. Шаала. Детрансельвиль или как-то так? Ну, переступень опять вырос. Давайте память старых лет отметим себе. Ну, кстати, да, нам показывают палатку. Мне кажется, это Детмальд, да, мне кажется, барышня живет чуть повыше, где-то здесь. Но могу, конечно, ошибаться. Мать, приходит к нему, ей говорит, солдаты за тобой. Странно я эту штуку в жизни. Собаки ходят. Ты вчера же ее тут видал. И все, монеты ищешь. А что мне делать? Пришла кошка, села на стол рядом с монитором. И сидит, умывается. К чему бы это? Да, тут Детмальд. Сумеешь разобрать эти записи, чародей? Откуда они у тебя? Не важно. И ты не знаешь, что в них написано, так? Если бы я знал, я бы не спрашивал. Это описание очень опасного ритуала. Собственно, это чистая некромантия. За такое на костре сжигают. Что это за ритуал? Он призывает душу злого человека. Настолько злого, что после смерти он не успокоился и скитался по земле. Такая душа охотно заключает разные договоры в обмен на возможность уйти на тот свет. Кому, например, мог понадобиться такой договор со злыми силами? По-разному. Всегда есть те, кто готов продать собственную душу в обмен на что-то ценное. Я бы охотно выкупил у тебя этот манускрипт. Мне казалось, некромантия запрещена. Ну, разумеется. А я просто обожаю запрещенные рукописи. У меня их целая коллекция. Можно отдать, можно оставить себе. Ну, на самом деле, деньги мне не помешали, но мне Дэдмальт просто что-то как несимпатичен. Не нравится он мне. Поэтому оставлю-ка я манускрипт себе. Пока оставлю его себе. Вдруг я и сам когда-нибудь начну их собирать. Красавчик. Использовать записи, когда представится удобный случай. То есть мы даже использовать сможем. Окей. Ну, когда представится удобный случай. То есть, смотрите, у нас вроде бы... У нас вроде бы есть куча квестов, но... Ряд из них нам не дают проходить. Говорят, что дождитесь развития событий, когда предоставится удобный случай. И все такое. Поговорить с пленным элифом в Кэдвенском лагере нам не дают. Кстати, я хотел. Но мне разрешают. Так и будем тут сидеть. Как куры на яйцах. Сама ищи. Никаких разговоров заключенных. Чего ты хочешь? Он дал хоть какие-то показания. Да где там? Уж мы ему раны солью засыпали. Все палки о него обломали. Пятки ему прижгли. И ничего. Пытался язык себе откусить. Эльфам, небось, нравится страдать. Может быть, он думает, что свои его вытащат. Да где им? У них не осталось никого. Кто-то целый отряд перебил. Всех до единого. О том, королевские чародеи у него и вызнавали. Мол, кто это был? Да где он сейчас? Вот и пойми, эльфа. Сказал бы, так мы бы его быстро вздернули. И был бы ему вечный покой. А так ему сплошные мучения. Как вы его поймали? Не поймали, а нашли. Хвалиться тут нечем. Он едва живой был. В ущелье лежал, среди трупов других белок. Резня там была лютая. Как будто их какой-то сумасшедший доктор ножиком исполосовал. По жилам бил. Кровище там море. Даже на скалах и то брызги эдакие паскудные остались. Когда это случилось? До того, как эта муть с призраками вылезла. Могу я с ним поговорить? Ты парень свой. Я слыхал, ты здорово нашим помог. Так что, болтай, сколько влезет. Только осторожней, чтоб сотник не увидал. Не то яйца мне оторвет. Такие отвернулись. Блёды. Ватгарн, чего ты хочешь? Информации. Ты из отряда Йорвета? Да. Я горжусь этим. Йорвет за меня отомстит. Может быть. Тебя схватили из-за меня. Не понимаю. Я предупредил Йорвета, что убийца королей – предатель. Благодаря этому твой командир жив. Ты лжешь. Ты не с нами. Я не говорил, что я с вами. Меня не интересуют ни ваша борьба, ни ваш отряд. У меня свои дела. Я преследую этого убийцу, и мне нужны сведения. Ты мне поможешь? Ты знаешь старшую речь? Я не хочу ничего выдать, Тхойне. Да. Детайрменен рендун в гэст. Эвдесали маяс, хобби маявэн слэйт. Сээ хэрс. Каждый днём лето пришёл к нам и, не говоря ни слова, начал убивать. Это самый сильный воин, которого я знаю. Зерит Эгген – тоже ведьмаки. Они носят наши медальоны, школы змеи. Против них у нас не было никаких шансов, хотя нас было больше. Они убили всех, а меня чудом проглядели. Забыли добить, а может подумали, что я сам умру от ран. Какой у них план? Они не говорили, мы делились едой и укрывались вместе, но мы друг другу не доверяли. Не говорили, ничего не рассказывали, не вспоминали прошлое. Было кое-что, я услышал случайное. Зерит терпеть не мог нашей еды, и он сказал как-то Эггану, что эти реданцы могли бы побыстрее приехать, а то он всё время думает про жаркое. Реданцы? Какого дьявола тут делают реданцы? Ждали, что к королю Хенсенду прибудет реданская делегация. Если я хорошо понял, они собирались отправиться своей дорогой как раз после этого визита. Больше я ничего не знаю. Где я смогу их найти? Если они всё ещё поблизости, то должно быть укрылись в ущельях, но искать там всё равно, что совать голову в жопу дьяволу. Ущелье – это настоящий лагеринт. Я найду другое средство. Ты знаешь, на кого они работают? Ничего я не знаю, но это кто-то благородный, опытный политик. Тебе есть что ещё сказать? Они слишком много знают для простых ведьмаков. Простых ведьмаков? А бывают простые ведьмаки? Все ведьмаки знают старшую речь. Не думаю. Эгген и Зелик знали, лучше тебя. Намного. Когда ты их найдёшь, Гвин Блейд, спустя твой. Шаг будет мягким, отдыхание спокойным. Вафайль. Прощай. Так. Ну что, друзья мои, я вас поздравляю. Мы-то с одним ведьмаком с лета и близко справиться не могли. Оказывается, их тут ещё парочка. Хе-хе-хе-хе. Ой, какая красота. Геральт знал, что Лето телепортировался куда-то к Вергену. Вместо с ним в окрестности этого маленького городка попал и Трис Мерригольд. Ведьмак начал искать следы убийцы королей. Собирая сведения об убийце, Геральт узнал, что в лагере Хенсельта содержится пойманый Скайта Эль. Геральт, разумеется, помнил о сотрудничестве Лето с Юрветом. Поэтому решил допросить пленного эльфа и разузнать у него об убийце королей. Ведьмак надеялся, что пленный наведёт его на свежий след. И попал в десятку. Пойманый эльф признался, что Лето и двое его товарищей находятся где-то поблизости. Они предли Скайта Элей и перебили бойцов их отряда. Более того, ведьмак узнал, что убийцы королей готовят какой-то коварный план к приезду Риданской делегации. Так, ну ладно, встаёт вопрос, что делать дальше. Потерянные агнцы К слонявшему себе с дела ведьмаку подошёл знакомый Зывик. Он явно был встревожен, просил Геральта отыскать солдат, которые ушли куда-то из лагеря и пропали. За эту работу старый солдат посолил хорошую награду, так что грех было не помочь. Ведьмак пообещал, что не забудет прескать подгулявших вояк, бродя по окрестностям. Так, мы выбрали квест Как основной, но на карте ничего не появилось. Что бы это значило? Не знаю, у меня нет вариантов. Ну, возможно. Возможно, мы должны на них наткнуться, бродя по окрестностям, да? Как было сказано, может быть, в ходе какого-то другого квеста. Ну, раз так, то у нас, по сути, остаётся, что? Проклятие крови и вечный бой. Найти знамя Бурых Коругви, меч Вандергрифта, часть доспехов Зельдкирка, получить медальон Хенцельта. В общем, давайте с проклятия крови начнём. Ты всё, монеты ищешь. А что мне делать? Ждать, пока в глаз падёт? Так и с ума сойти недолго. У нас появилась, да, метка на карте? Отлично. И энта не может не радовать. А что это за костры? Проклятие крови. Вот ведь, сука, опять камень. Это, подождите, там же, где и хижина, что ли? Или хижина была где-то здесь? Ладно, разберёмся. Осмотреть место казни Сабрины Глевисик. Кстати. Кстати говоря, ну-ка иди сюда. Мил человек, а где он? Уже тут? Ну-ка, понимаешь, смотри, выбирай. Смотри. Надо им просто отдать, да, то, что мы брали там железную руду, что-то ещё у нас было. Она тяжёлая, как зараза. Кожа, красная метеоритная руда, ну, в общем. Вот так, да? Всё, не профиль, не скинет. С Шиллердом тебя и спросили. Надо как-то выразить наш протест. Сплёвывать, когда нежим мимо проходят. Спину от них вставать. Нас аним. Ну и те, судя по всему, нам плюс-минус так же, как мы шли к хижине. Ходит к нему и говорит, солдат из-за тобой пришёл, а с ним вербовщики, а он тем временем забивался. Так вот, берёд он знает. Как стоять? Ну, вот здесь не можем пройти. Есть какой-то проход. Мне кажется, то, что нужно. Всё, как мы любим. Монстрики. А кто это у нас здесь? Эй, что ты тут делаешь? Это как раз два бойца, которых Зыбик ищет. Я слышал, Зыбик вас уже заждался. Вот сука! Если не явимся на поверку, он прикажет нас выпороть. Это как пить дать. Поможешь нам отсюда выбраться, а? Вы же сами сюда забрались. Знали б, что тут столько утопцев сидели б в палатке. В кругу-то мы в безопасности. А вот за круг выходить ссыкутно. Вернёмся вместе. Только сперва я посмотрю, что тут такое. Топтать пепел плохая примета. Да не нервничай-то. Спокойно. Ничего интересного. Рассмотрел. Сыщик. Кому понадобилось приносить сюда все эти вещи? Опять ничего. Ничего интересного. Странная аура. Посмотрим поближе. Тяжеленный тёсаный камень. Можно сказать, многократного использования. Свечи, амулеты, деньги. Люди приносят дары, как в святилище. Эти свечи смердят хуже, чем портянки Золтана. А так, ничего необычного. Квадратные монеты с рыбьей чешуёй. Здесь собираются заговорщики. Посмотрим. Почему не пропало осмотреть свечи? Эти свечи смердят хуже, чем портянки Золтана. А так, ничего необычного. Ощущение полной тишины. Для интерсекции это нормально. Обычно в местах силы возникает беспокойство. Но они не опасны. Люди боятся подходить к колесу, и все свои подношения оставляют на безопасном расстоянии. Кроме одного человека, который носит обычные форменные сапоги Кейдвенской армии. Видно, я тут не единственный осквернитель святынь. Следы зверей. Собаки, волки, медведь, птицы. Все приходят сюда, как кормушки. Но в сам круг заходить боятся. Все, кроме кошек. Кошачьи следы тут везде. Кажется, кто-то даже вздремнул на возвышении. Трис как-то говорила, что коты любят спать на пересечении потоков. Кроме драконов, это единственные животные, способные черпать силу. Похоже, им тут очень нравится. К этому колесу была прибита Сабрина. Что-то уберегло колесо от пламени. Оно почти не обгорело. Хм. Свежие щепки и дырки. Кто-то недавно вырывал гвозди из колеса. На всякий случай возьму один. Если воссоздать обстоятельства казни, если король будет в этом участвовать, я смогу призвать дух Сабрины и заставлю его снять проклятие. Драугиры и мгла никуда не денутся. Но хотя бы король будет в безопасности. Надо понять, что здесь произошло. Найти свидетелей казни. Узнать, как погибла Сабрина. Тогда я смогу освободить Хенсельта от проклятия. У меня есть два следа. Культ Сабрины и таинственный похититель гвоздей, который может сопротивляться ауре этого места. Самое время расспросить солдат. Записка с молитвами, возносимыми Святой Сабринем. Святая Сабрина, прошу тебя смиренно, выслушай мои просьбы, дай мне, Светлая Дева, свое благословение и сохрани меня от всякого зла. Избави меня от коварных врагов и всяческих опасностей. Кстати, трофей Призрак есть. Урон 6. У нас трофей Кейрон, броня 3, здоровье 50. Урон 6, кстати, вообще неплохо, да, учитывая, сколько у нас меч бьет. На 20% урон бустит. Вопрос, что лучше? Так, ну ладно. Солдат, говорите? Давайте опросим. Посмотрел, потрогал, может хватит? Пора нам убираться отсюда. Вы зажгли свечи? Мы? А тебе что за дело? Судя по тому, что я видел, здесь небезопасно. Чудища в круг не заходят, боятся. Может быть. Но чтобы вернуться в лагерь, из круга придется выйти. Помоги нам дойти до лагеря. Так зачем вы сюда пришли? Понятно же, что в округе полно чудовищ. Мы хотели на круг поглядеть. Чуешь, как они смотрят. На нас глядят. А мы живыми отсюда не уйдем. Вот захотелось дуракам обряды проводить. Ты не веришь вдохновенному? Дело твое, конечно. Но попробовать-то не мешало. Старый турец. Это из-за него мы влипли. Кто такой вдохновенный? С него все началось. Он говорит, что в этом кругу чудеса происходят. Я ему верю. И знаешь почему? Он живет глубоко в ущельях, но все эти гарпии его до сих пор не сожрали. Вы видели, как сожгли чародейку? Три года назад мы оба служили при Хенсельте. Только у костра стояла пятая рота. Никого близко не пускало. Король Виш не хотел делать из этого потеху. А теперь кому-то до этого места и дела нет. А есть такие, что заходят в круг и ищут останки, все такое. Ты вроде них, да? Собираешь чародейские побрякушки? Как тот сраный говнюк, что торгует у корчмы. Ты меня с кем-то перепутал. Да? Тогда клади гвоздь обратно. Еще что куда? Обратно. Класть. Я оставлю его себе. Оставишь? А не слыхал, что люди говорят? Реликвии Фисштехт для народа. Как вы прошли мимо утопцев? С нами был Вдохновенный, он нас провел. А потом пошел своей дорогой. Не нравится мне здесь. Я уж думал, ты тут ночевать собрался. Я знаю места получше. Пойдем. Вот паскудное место. И подумать только... Встретиться с Вдохновенным или продавцом реликвий. Я едва за чистокол выйду, как у меня может быть. Может, Цивик прав был? Сидели бы... И не рыбались. Можно, конечно, выпить эликсир, но вроде как бы мы и без него до неплохо справляемся. Вдохновенный и все. Ух ты! Справлялись до этого раза. Вдохновенный и все. 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 Ой, знак даже сделал зачем-то. Соберем все, что плохо лежит. Ой, ой, ой. Так, ну погнали, ребята. Что у нас, переступень? Нет. Тоже тут утопец прилег. Передохнуть. Да елки-палки, не путай кнопки. Как-то неловко уже. Второй акт на дворе в разгаре, а ты кнопки путаешь. Там, где водятся утопцы, не лучшее место для прогулок. Зараза, если б не ты, сожрали б нас. Мы тебе жизнью обязаны. Заявик нас не застукает. Не ссы. Раз уж Сабрина нас от чудес защитила. Что для неё не махит. Пойдёмте заберём награду и поговорим с торговцем реликвий. Мать, приходит к нему и говорит. Солдей-зывок. Странная эта штука, жизнь. Сколько лет... Вечера же её тут видал. Не знаю, как дальше пойдёт, но пока мне во втором акте освоится что-то проще, чем в первом. С картой самой. Что мне в лесу, в районе Флотзума, было не так комфортно. Здорово! Настоящий святой воевать! Наслушался вражьей пропаганды? А, молишился! А, вон Зывик, где Зывик, а вон он пытается в стенку пройти. Хе-хе-хе. Сквозь стену шатра. Что надо, ведьмак? Ух ты! Ничего себе у него тут информации. Солдаты, которых ты искал, застряли в круге Сабрины. О, дубины стейросовые! Обрядов им захотелось. Будут у меня колдовать над нужниками до отбоя. А тебе спасибо, что ты о них позаботился. Вот твоя награда. Геральт взял, сдал первым делом. Видно, что вы любите вашего короля. Он нам как отец. Подойдет, поговорит, по морде потреплет, по именам помнит. Но это не просто заслужить. Надо в бою отличиться. Меня он уже трижды выделял. Это большая честь для простого солдата. В последний раз это уже тут было. Мужичок отравил свой колодец. Несколько человек умерло. Многие заболели. И я всю деревню привел в исполнение. Ну, то есть, в повиновение. Король остался очень доволен, потому как наука вышла такая, что потом даже свои боялись. Два дня было без бузы. Ты подошел ко мне, ткнул меня по-товарищески в брюхо и сказал, славный из тебя, сукин сын. Если б ты не родился на свинском говне, был бы, ты знаешь кто, королем. Такой уж он есть. Человечный с душой. Занятно, конечно, так. Где-то за лагерем живет чудак, которого называют вдохновенным. Ты его встречал? Солдаты к нему таскаются, а у меня не было случая повидаться. Но если увижу, он еще пожалеет, что моим ребятам голову заморочил. Я понял, кто это. Это же этот чувак, видимо, который у ворот трется, говорит, что еще один камень. Видимо, он есть вдохновенный. Вдохновенный, по-нашему, юродивый. Похоже на то, что смысл такой вкладывается. Ты участвовал в битве? Ну да. И вспоминать об этом не хочу. На поле души павших продолжают сражаться. Убивают друг друга и превращаются в мерзких существ. В драугиров. Айдирнцы, кайдвенцы. Среди них твои друзья. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Эх, зараза. Ну, слушай. Бой начался после полудня. Бурая хоругвь шла в первой волне. Мы попали в засаду. Нас отрезали от главных сил и утопили в крови. Это все гребаная разведка. И Сабрина Глевисик. Она должна была следить за полем боя. Тогда битва уже шла вовсю. Везде, где сейчас эти проклятые борозды, сражались люди. Айдирнские ряды пару раз прогибались. Но прорвать их мы не могли. А все из-за Зельдкирка. Да. У нас был домоправитель. У них Зельдкирк. Из Гулеты. Светлый, понимаешь, рыцарь без страха и упрека. Первый меч Айдирна. Он появлялся везде, где наши наседали. И изменял ход битвы. И тогда в бой вступил сам Вандер Грифт. Они встретились с Зельдкирком на середине поля. Вот это была битва, так битва. В конце концов, домоправитель зарубил Зельдкирка. Рассек беленького от темечка до самых, знаешь, яиц. И тогда с неба обрушилась смерть. В воздухе летали куски расплавленной земли. Вся долина была в огне. Проклятая магия гребаной ведьмы. Я обязан жизнью жрецу Кресту, нашему капеллану. Он вывел меня из битвы и вернулся за остальными. У него был медальон, который хранил от огня. Крест этот всех выводил. И наших, и чужих. Но в конце концов и его пламя достало. Ты вспоминал о жреце? Хороший был мужик. Прямо луч замечательный. Все время был с нами. На марше, в казарме, в лагере и в бою. С простыми солдатами. Фрейя дала ему медальон, который от огня хранил. Не знаю, отчего он там на самом деле хранил, но жрец этот и меня вывел, и многих других. У кого теперь медальон? У короля Хенсельта. Я видел его раз, медальон. Не знаю, как он попал к нему в руки, но это он. Точно тебе говорю. Ты был под Бренной? Ну да. Намолотили мы там черных, как никогда. Мы когда в битву вступали, реданцы на левом фланге уже бежали в рассыпную. Тоже и с темерскими отрядами в центре. Так же мы очень вовремя подоспели. У Нильфов был Мэнна Каегорн. Вот это был командир. Все его как огня боялись. Но мы его забороли. Что с ним случилось потом? Бежать он отказался, значит. Зарубили его вместе с остальными. Правда, тело его, говорят, так и не нашли. Ты помнишь, как начиналась битва? Мы форсировали Понтер на третий день после осеннего равноденствия. Айдирнцы нас уже ждали. Развернулись в длинную линию под теми холмами. Я помню знамена Вингерберга, Альдерсберга, Гулеты. Были рыцари, тяжелая пехота, крестьяне и вергенское ополчение краснолюдов. Все, кроме короля. Было их больше пяти тысяч. Генерал Вандер Грифт, командующий Каидвена, вывел неполные четыре тысячи. Среди них медвежьи головы, лучшие среди лучших. Панцерная пехота из Арт-Карайга и белые лисы с севера. Кроме того, были мы, бурая хорук в ветераны Брены. Айдирнцы нас ненавидели пущим моровой язвы. Но прежде всего у нас был Вандер Грифт, домоправитель. Может, и был он самый настоящий выродок, зато в войне разбирался, как никто другой. Ты служил в Бурой Хоругве. А как же? У Хенсельта не было лучших вояк. И не будет. Если бы не мы, не видать бы победы под Брэнной. Я не видел в лагере знамени Бурой Хоругве. И не увидишь. Нету больше Хоругве. Все. Три года назад Хорунжий Экхард Хеннесси последний раз нес знамя в бой. Магия Глевисик? Хуже. Айдирнская пехота, чтобы их вши заели. Бурая Хоругвь, гордость Каэдвена, потеряла свое боевое знамя. И сама почти целиком полегла. Нас отрезали. А домоправитель не выслал нам никакого подкрепления. Бурая должна удержаться. Бурая бывала в говне и похуже. Бурая справится. По семь айдирнцев на каждого. Вот мы с сукой не справились. Две сотни ребят отправились в бой. А вернулось едва ли семь десятков. Но на этом сука не закончилась. До сего дня дожило едва ли человек двадцать. Самоубийство, водка, фиштах. Кое-кто пошел грабить на большиках. Кто закончил в петле, кто в канаве. Воспоминания они, сука, убивают не хуже стрел. А солдаты защититься от них не умеют. Я должен найти знамя. Говорят, оно покоится в катакомбах под Вергеном вместе с моими товарищами. Если заберешься туда, дам тебе с собой мою форменную бобровую шапку. Там ее место. Спасибо, Зывик. Рядом с корчмой какой-то солдат торгует свечками, которые остались после казни Сабрины. Знаю. Это из снабженцев. Сбивает моих парней с толку. Все вдруг поверили, что какая-то финтифлюшка защитит их в бою. Бараны. После того, что здесь случилось три года назад, в этом нет ничего странного. Они напуганы. Я тебе вот что скажу, ведьмак. В битве можно рассчитывать на щит и доспехи. На товарищей, если живы. И многие из этих ребят лягут под Вергеном. Даже если у них будут полные карманы священных цацок, по серебрянику за штуку. И я хочу, чтобы они боялись. Когда зазвенит сталь, они должны быть чуткими, мать их. Если они тупо попрут вперед, веруя в свои ржавые гвозди и пепел, шансов у них не будет. Ты видел казнь Сабрины? На место выслали только пятую роту. А жалко. Я бы с удовольствием поглядел, как она подыхает. С нее причиталось. Ух, что она сделала с ребятами. Я в жизни ужасов навидался, поверь мне. Брат мой погиб во время мятежа в Ринде. Ему, чародей, кровь в жилах вскипятил. Раз я видал солдата, который любился с мертвой эльфкой. Но три года тому назад там люди плавились, как оловянные фигурки, ведьмак. Такого не забудешь. Я буду осторожен с огнем. Будь здоров. Пара заданий, да, у нас обновилась. Символ смерти. Дождаться шанса перейти в углу. Так, это ладно. Что-то там с Детмальдом надо было обсудить. Как медальон Хенсельта, а почему нет, не вывела мне. В плане... Ну, не вывела как цель. Так, ну ладно. Давайте мы будем последовательно. Встретиться с вдохновленным или продавцом реликвий. Продается реликвий в лагере, вдохновленный черти где. И это не этот паренек, да, который у себя нашивается. Ну что, к нему пойдем, наверное, да? Там веселее будет. А мы повеселиться не прочь, сами знаете. Геральт известный весельчак. Я думал, вот этот паренек вдохновленный. Нет. Нет, смотрите-ка, не он. Не он это. Так, куда нам идти? Налево. Лучше перебдеть, чем не добдеть, да? Сразу меч достать серебряный. Да, пьявки круче были. От них было не укротиться. Тебе за помощь, ведьмак. Если б не ты, нам бы пришлось туго. Гнильцы плодятся, как кролики. Мы шли к вдохновенному. Хотели ему денег на свечки отнести. Но лучше я сдохну, чем сделаю еще хоть полшага. Если ты к нему идешь, передай ему вот эти деньги. Или вовсе не передавай. Интересный выбор, да? Передай деньги или не передавай. Интересно, как же поступить-то? Хм, дайте-ка подумать. Передать или вовсе не передавать. Симфетит. Сюда. Заходи за свечи. Давай скорее. Здесь безопасно. 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 Сюда. Заходи за свечи. Гореть можешь не убивать. Как же их не убивать? Столько опыта и лута. Давай скорее. Здесь безопасно. Кроме того они что-то отъезжали. Прям на раз. Сюда. Заходи за свечи. Да хватит тарахтить ты. Я тебя уже слышал чел. Сейчас зайду. Давай скорее. Здесь безопасно. Сюда. Заходи за свечи. Вот так пентатал. Ты мне бесконечных обещала, а они кончились. Давай скорее. Здесь безопасно. Сюда. Тут нам ничего не грозит. Я ждал их. Я знаю, что они шли ко мне с дарами. Я слышал крики. Видно на них напали. Раз сюда не дошли, значит их нет среди живых. Они живы, но испугались чудища и вернулись в лагерь. Просили передать тебе деньги на свечи. Здесь только половина. За такие деньги я могу только фитиль скрутить. Скажи, что тебе здесь нужно? Я не верю, что ты здесь случайно. Ты прав. У меня есть масса вопросов. Только вот мало кто готов на них отвечать. Прежде всего меня интересует история Сабрины Глевисик. Послушай, пока я не верну своих денег, я не буду с тобой ни о чем разговаривать. Бескорыстно я помогаю только своим последователям. Будь ты одним из них, был бы другой разговор. Сколько, сколько? Издеваешься? За кого ты меня держишь, предлагая такие крохи. А, подешевше уже, да? Издеваешься? За... Издеваешься? Да, чел, вот это ты, конечно, жадный. Опять 521? Издеваешься? Ну, давай. Какая-то рандомная сумма, так ладно. Какая-то рандомная сумма, так ладно. Жалко, вообще-то, да? А я что значит, я стану последователем? Типа, он мне какое-то задание даст или что? Услугу ему окажу. Издеваешься? Ну, давай. Я слышал о тебе много хорошего. И с удовольствием стану твоим последователем. Я рад этому. Тогда слушай, ибо я не стану повторять дважды. Если твои намерения чисты, ты сделаешь то, что я тебе скажу. Каждый обращенный должен пройти испытание. Ты проведешь ночь в медитации у старой часовни над зеницами Сабрины. Где? Это два одинаковых озера, которые я назвал в ее честь. И все? Прежде чем начать медитацию, ты примешь зелье, которое я тебе дам. Запомни все, что тебе привидится, а наутро обо всем мне расскажешь. Это очень важно. Хорошо. Я вернусь, когда буду готов. Мы ели получили. Угу. Микстура вдохновенного. Смотрите, какая микстура-то хорошая. Ничего себе. Вечером отправиться к озерам выпить зелье вдохновенную. Где озера? Здесь недалече. Звездо. Где найдет? А где первая часть заметок? Звездо. Звежая. Не верю. Рукописи не горят. Звездо. 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 Долг за свечи. Что касаемо долга за свечи, то с покорностью признаем, что более денег у нас нет. Все, что причитается, доплатим при первой оказии. Мой путь к свету. Фрагмент второй. Он подрожал, когда пламя угасло. Огонь не принял жертвы. Тогда Хенцельт велел раздуть огонь и подбросить дров, ибо хворост был мокрым, и дым ел глаза, как укор совести. Сквозь пламя видел я, как девица Глевисик задыхается и задрожал в третий раз. Я схватил копье, которым подгребали поленья, невзирая на жар, поднял себя на костер и пробил ей сердце. Так в огне свершилось мое обращение. Понятно, кто это такой, да? Чувак, который ее добил. Мой путь к свету фрагмент третий. Хенцельт был в бешенстве, ибо я испортил ему забаву. Я был избит. Вскоре после этого меня разжаловали, а те, кого я считал друзьями, отвернулись от меня. Я начал пить еще больше, чем до того, и впал в безумие. Так я был наказан еще больше, и этому не было конца. Все свободное время проводил я в одиночестве. И, наконец, в один прекрасный день, когда я сидел с бутылкой мерзкой водки и смотрел на догорающий огарок свечи, я понял, что все произошло не случайно. Я был избран. Пламень, который зажгла во мне девица Глевисик, охватил мое сердце и наполнил его огнем веры. Чего он ее девицей называет? Она была чужда любовным утехом? Другие чародейки в этом замечены не были, да? Так, куда нам идти-то? Ну, видимо, обойти вот здесь. Можем куда-то пройти? На бережок. Утопцы. И другие ребятки. Ну, где там обещанные гарпи? Дайте мне их. Сдохни. О, что так мало-то? Ооо. Все, да? Угу. Ну ладно. Не, не все. Вот. Отпусти. 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 Вот где полутаться-то можно. Стой здесь и гарпий. Кроши. Тем более, что они с двух ударов отъезжают, а то и с одного. Геральта хлебом не кормить, дай покуркаться. Он акробатикой, видать, в детстве занимался. Навык виден невооруженным взглядом. Должно быть нам все дали на чем-то предупреждает. Ух ты. Ух ты, какие кайфовые. Ой, взял стенку, зачем-то использовал знак. Ой, 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 Геральт, вставай, вставай, дружище. Ничего себе, время такая. Чистая работа. Индрияги, давно я вас не видел. Еще одна где-то должна быть дрянь. А может тут много лута было. Сложилось все в одну кучку. Красоты-то какие. Да, что-то как-то странно я мечом махал. Хотелось бы поверить, конечно, что я стал чудо как хорошим. В качестве мечника, но что-то как-то вроде нет. А чего-то я так легко-то с ними справляюсь. Понятно, меч стал круче, но вот настолько меч решает. Ух, японский летчик. А его же надо бить сзади, да, я помню. Меня учили там заходи со спины. Вот холера. Эй, сзади-то дай к тебе зайти. Угу, дай сзади. Да, на это дело тоже надо было брать дробовики. Да, чтоб тебя. Как-то его обходил, когда я у эльфа с ним дрался. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Может быть на улице может быть, если ты собирался вверх-с Hero? Может быть не на улицу? Угу, яãy потянула мне эту нигде. Угу, ячейся. Я не знаю, нету. Да, это сзади-то. А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а! Ух! Мой problema! я где-то удачно стоял можно было проводить ритуал бы нам надо выпить сначала эту штучку жена давайте такое сохранение сделаем забыл когда эликсиры пил слушать и так левая кнопка мыши а вернуться на за пишут вернуться на закате что ты делаешь что антиквар ты меня поражаешь иногда написано же на закате зато как чат оживает такие момента любо-дорого не выпил, да, я Escape нажал. В смысле вернуться на закате? Итак, закат же, но, ребят, что, попозже, что ли, сделать? Так, норм. Старовать я для этого. Вот это его шторит с микстуры. А это что за символ мужской доблести? Ну, не знаю, стоит ли кому-то об этом рассказывать. Рассказать о видении, о кое видении это было? О, заметки вдохновенного, часть первая. Мой путь к свету, фрагмент первый. В раскаянии сознаюсь, что блуждал во грехе. Ни одна из обычных дурных привычек солдата не была мне чужда. За годы службы узнал я, что есть азарт, алкоголь, мерзость, ложь и дурное слово. Я лишал людей жизни не только по приказу, я был жесток. Теперь я вижу, что когда тогда погряз во тьме и не замечал света, как пламя свечи во мраке самой темной ночи, светом стала девица Сабрина Глебисик. Ясная и чистая, как богиня. Всегда поддерживала она солдат и пыталась вытянуть меня на добрый путь. Но я был слеп для света. Чудно. Все-таки хочется понять, что там заведение и что он мне хочет рассказывать. Сабрина Глебисик Сабрина Глебисик Ну давайте будем посмотреть. Сабрина Глебисик Как Геральт это шторит. Вы посмотрите. Несушка, которая несет символы мужской доблести. Вот это да. Интересно. Не знаю, стоит ли кому-то об этом рассказывать. Предкарсатус. Да, сохранение надо почистить. В первую часть тоже были проблемы там. В какой-то момент начались. Так, ну это мы просто берем. Читать мы уже это читали. Рассказать вдохновенному о видении. Что гарпи-то мне еще подсунут? Пяток другой. А как же, да? Конечно подсунут. Гарпи-то не понаслышке. Гарпи-то не понаслышке. все да не ожидается больше налетов а что в чем дело зачем столько свечей не проще ли разжечь очаг это пламя сабрины его свет хранит нас охраняет каждый шаг солдата ты ограбил какой-то караван с воском свечи я делаю сам и даю их каждому кто ищет убежище в пламени отваги долину разделила битва призраков ты знаешь о ней что-нибудь здесь происходили страшные вещи вот и слышатся до сих пор крики умирающих если ты намерен утолить их боль знай что сабрина одарит тебя своею милостью чтобы что-то сделать мне нужны символы памяти магически активные предметы которые остались от погибших в этом бою мне нужны символы веры отваги ненависти и смерти вера не знаю во что верили эти солдаты но их обманули отвага ненависть смерть этого всего было сполна особенно смерти но я помню рыцаря который невзирая на опасность двинулся с горской солдат навстречу превосходящим силам и это был зельдкирк из гулеты лучший рыцарь дима венда когда когорта вандер грифта отрезал его от остальной армии он без страха бросился на домоправителя ты ищешь символ отваги найди доспехи зельдкирка ты кто кто мы пускай решают наши потомки глядя на дела наши микс турку можно прикупить да а что в чем дело нашу дороговато а ты кем был прежде какое это имеет значение грехи молодости пускай отойдут в бездну забвение загляни в пламя свечи мечник почувствую его и ты услышишь что она говорит тебе не слышу видно ты еще не готов но придет и твое время и ты услышишь поймешь поверь мне я выполнил задание говори что ты видел можешь считать меня психом но мне привиделось что я был в лесу деревья напоминали огромные грибы между ними ходила гигантская курица и клевала жуков ты не представляешь как я рад это слышать уже несколько недель меня преследует видение курицы в грибном лесу я думал что сошел с ума но похоже это моя трава и надо будет сходить набрать свежий но это уже мои заботы спрашивай о чем хочешь ты наверняка многое знаешь об обстоятельствах смерти сабрины глевисик сабрина мученица покинула мир живых чтобы заботиться обо всех нас ты слышала проклятие которое сабрина наложила на короля проклятие конечно заслуженная кара белое слово изреченное карминными устами король уготовил чародейки жестокую участь муку пламени и унижение прибитая к колесу приговоренная она испытала такую боль от огня которую обычный человек никак вообразить не сумеет когда пламя охватила ее стан из груди ее раздались не стоны боли но слова пророчащие скорый конец короля хенсельта пусть небосклон пронзит падающая звезда отмечая смертельный путь кровавым хвостом пусть глупцов прельстит рыбья чешуя заключенная в квадраты блестящего золота пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары и таковы были ее страдания что милосердный солдат сократил муки и и пронзив копьем изболевшиеся сердце и и откуда эти свечи чем отличается сабрина от других магов сожженных на кострах другие были сильны при жизни ее же сила расцвела когда смерть протянула к ней свои руки она в милости своей окружила опекой солдата который сократил ее страдания больше ему не приходилось бояться выходя в ночь ты видел эти земли всюду полно страшил и чудовищ ягон милосердный солдат ступал с того времени в блеске ее силы и ни одно существо порожденное тьмой не могло подойти к нему хотя бы на шаг есть какой-нибудь шанс найти твое копье это было так давно ведьмак если я правильно помню после меня оно досталось другому солдату мародеру он по сей день возле корчмы в лагере торгует реликвиями светлые госпожи я знаю о ком ты говоришь у меня есть еще вопросы скажи мне еще раз что ты знаешь о сабрине что именно ты хочешь знать прощай ну что еще немножко гарп у них звено по четыре штуки с неба так еще одна должна быть не вижу ну и ладно нет и нет или вот или вот все все нашлось так сказать сейчас мы ракурс выберем покрасивше на фоне бухты да вот так хорошо ну что друзья мои давайте мы на сегодня на этом закончим серия получилась бодрая особенно под конец веселая гарпий нарезали ну в общем отвели душу а то все нет монстров да нет монстров эндриах встретили ну в общем ой чистый кайф ладно это был антиквар призываю вас к активности оставляйте комментарии ставьте лайки под роликом скоро продолжим всем удачи и до встречи пока прощай ну ンダホ в пом пой